В последнее время постоянно, ну не в последнее, давно слышу, когда еще особенно работали каналы Медведчука, что Закянский обком, что Зеленский марионеткой уже стал Николомойского Байдена, и наши патриоты украинские тоже. Как только что-то толковое здесь Зеленский, сразу все, слава Байдену. Байден молодец. Насколько это справедливо, по твоему мнению? И, ну, это глупо звучит, но я все же спрошу, не считаешь ли ты, что мы тоже отчасти утрачиваем свою независимость тем, что, ну, настолько мы прислушиваемся к мнению так называемого Закянского обкома, и Байден рулит нашей внешней политикой? Ну, а вообще парароссийские силы говорят, что у нас воюют на территории Украины, Америка и Россия вообще так, что у нас нет же нашей страны, у нас нет наших интересов, у нас ничего нет. У нас есть только тут Байден и Путин, а у нас нет. Справа в том, что Володимир Зеленский, когда начали принимать свои решения, составляем Виктора Медведчука, его медиагрупы, там, окремих людей из его октября, нужно понимать, что это кроки не только внутренние, но и внутренние, не только внешнеполитические сигнали, но и внутренние. Насправді, будемо відверті, в Зеленскому потрібен выборец, оскільки він все ще планує йти на другий термін. И ему потрібен выборец, в том числе выборец, который частково ориентировался на пророссийские силы. Это раз. Побороти этого выборца, не вымкнувши пророссийские каналы, неможливо. Відповідно, закрытие этих каналов, это не только фактор борьбы против российской агрессии информационной, но это, в том числе, и борьба с политическим конкурентом. Надо быть четвертым, это очевидно, очевидная вещь. Другой момент, что требовали от нас, Америка, закрытия каналов, еще что-то. Пробова в том, что нужно понимать, что дипломатическое общение американских речников, найвищего уровня, оно не предпочитает такой детализації. Примитивно. Так, что, например, может позволить Джордж Берн сказать, «Добрий день, Володимиру Александровичу, а вы не могли бы вымкнути три канала?» И сейчас позвоню Данилову, он вымкнет. Нет, так это не происходит. Свои рекомендации американские аналитики и военные регулярно дают Украине и надавали. И в реформах, и в створении законопроектов, подготовке урядовых актов. Была специальная миссия, которая работала с Министерством обороны и так далее. Тобто, говорить про то, что есть какой-то непосредний влияние в виде телефонного права, ну, возможно, в России, где телефонное право, я так понимаю, я не знаю, я не знаю, но, да, возможно, это так и есть. С Украиной это так не работает. И, на жаль, я бы сказал, что даже те моменты, когда Байден хотел бы видеть от Зеленского больше твердости, уже демонстрируют, что у Зеленского другая позиция. Если Байден каже Зеленскому, что будь готовый к отбитанию агрессии, и мы тебя поддержимаем, то Зеленский сейчас говорит, что, вы знаете, я не готовый. Я понимаю, что агрессия может быть, но я сначала попробую сходить на перемоги, не в очередной раз, до Макрона, Макрона, Путіна, кого угодно. И, может быть, попробую выбросить мир на каких-то условиях, более-менее принятных. И, как на меня, в этом как раз и полягает ответ на вопрос, насколько самостоятельный Володимир Зеленский принят из своих решений. Самостоятельный. Но вопрос, если в этой самостоятельности... Не Марионетка. Не Марионетка, но... Мені це приятно чути, бо все ж таки патріоти, до яких ти належать, такі величезні патріоти, зазвичай кажуть, що Зеленский патріот, Марионетка. Я не розумію, чи я. То він Марионетка Коломойського, то тепер Байдена. Завжди чиясь Марионетка. Ні, ні, ні. І я не думаю, що ці стосунки будуть будуватися в якомусь такому наставницькому тоні. Зрозуміло, що чим більше буде викликів для України, тим більше нам доведеться дослухатися до позиції Сполучених Штатів, тому що об'єктивно нам потрібна військова допомога, нам потрібна гуманітарна допомога. І зрозуміло, що перед обличчями... І союзники нам серйозні, але в такій боротьбі з мировим агресором. На відміну від Європейського Союзу, який не має єдиної позиції, на жаль, щодо того, що відбувається в Україні, які б заяву вони не робили в Сполучених Штатах, агресію проти України сприймають як війну. І попри те, що, звичайно, є і в Америці, навіть в середовищі Байдена, партії Байдена, є, скажімо так, окремі політики, які не проти замиритися з Росією, загальна настанова є така, що Україну треба підтримувати. І незалежно від того, як звати її президента, незалежно від того, хто виграв парламентські вибори, яка більшість там, власне, є в парламенті. Зрозуміло, що вони не можуть примусити нас діяти в той спосіб, як би вони хотіли, там, за помахом руки. Однак вони будуть проводити консультації, вони будуть висловлювати свою позицію Зеленському, власне, там, міністру закордонних справ. І я думаю, що рано чи пізно раціональність переможе, тому що, як на мене, будь-які перемовини з Росією, вони можуть вестися тільки про капітуляцію Росії, на яких умовах вона може відбутися.